Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Домохозяин, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, сегодня поговорим об идеальном растении для занятых людей красивом, эффективном и неприхотливом. Рипсалис уход в домашних условиях. Квартира без растений кажется пустой и холодной, однако у вас нет времени ухаживать за требовательными цветами. Палочковое растение, Рипсалис косата, оригинальное комнатное растение, отлично подходящее для занятых людей. Они выглядят красиво и эффектно, не требуют особого внимания. Своим названием он обязан листьям, которые выглядят как маленькие палочки. Рипсалис, что это за растение? Рипсалис, широко известный как палочковое растение, представляет собой типичный темно-зеленый суккулент. Его естественная среда обитания, Северная и Южная Америка и части Карибских островов, где он зарос ветками деревьев. Палочники висят большими скоплениями, достигающими в длину до 9 метров. Они голые, цилиндрические на вид, примерно 3 мм в диаметре. Бывает, что знак отличия дают одиночные, очень немногочисленные кремовые цветки, слегка звездчатые, с многочисленными узкими лепестками, длиной 2 мм, которые растут из бутона. К сожалению, горшочная палочка редко дает цветок, а еще реже, плоды, оно может производить их только при выращивании в естественной среде. Палочковое растение, уход. Палочковое растение, это цветок в горшке, за которым не нужно тщательно ухаживать, выращивание не требователен. Палочковое растение справится с ростом, если вы поставите его на окно и забудете полить, когда дело доходит до ухода, не забывайте время от времени сбрызгивать его водой. Таким образом, палочковое растение дает больше корней, и поэтому его будет легче воспроизводить. Начать выращивать это растение чрезвычайно просто. Достаточно оторвать палочки, у которых уже есть воздушные корни, и посадить их во влажный субстрат. Через несколько недель они хорошо укоренятся и начнут давать молодые побеги самостоятельно. Палочковое растение очень хорошо переносит засушливые периоды и высокие температуры. Минимальная температура для этого растения – 10 градусов по Цельсию, но подвергать горшечную палочку такому холоду не стоит. Комнатная температура – самое лучшее, а летом палочковое растение можно выставить на затененный и защищенный балкон. Однако в качестве садового растения палочковое растение не подойдет. В домашних условиях будет лучше расти. Комнатное палочковое растение – удобрение. Палочковое растение – одно из тех растений, которые не нуждаются в особом уходе. А что лучше, удобрять растение нужно всего один раз за сезон и все. Каждый сможет найти момент для палочкового растения. В начале лета стоит дать комнатному палочковому растению препарат с повышенным содержанием фосфора. Попробуйте тот, который находится в жидкой форме, и его можно кормить во время полива. Палочковое растение очень устойчиво к болезням. Остается соблюдать лишь несколько требований. Прежде всего, не переполняйте блюдца, слишком высокая влажность поспособствует гниению растения и развитию болезни, которая погубит наше суккулентное растение.